Заканчиваем тему 105.2 циклическими конструкциями в башскриптах. Тут все просто. У нас задача разобраться с тем, что такое циклы, какие бывают циклы и как их использовать. Если говорить вообще о программировании, то мы знаем о таких видах циклов, как цикл for и цикл while. То есть цикл для и цикл до. С левой части давайте поговорим о цикле for. Это простой цикл, который работает по такому принципу. Для x в каком-то диапазоне работает скрипт. То есть в данном случае у нас левый скрипт отрабатывает x со значениями последовательно 5, 6 и 7. То есть у нас есть последовательность из целых чисел и по ней работает скрипт. Цикл до или цикл while вы видите. Здесь задается начальное значение, допустим, переменной. И до тех пор, пока эта переменная будет не равна определенному значению, мы уже с вами знакомы, квадратные скобки это у нас такое условие. Минус ne это not equal. Это все мы вспоминаем с вами занятие тест. У нас было в программе тест, которая проверяет на различные условия. До тех пор, пока x не равен какому-то значению, у нас происходит вывод числа x и к x прибавляется единичка. Мне не очень удобно выделять на презентации. Презентация это картинка, поэтому мы сейчас возьмем с вами Ubuntu. Посоздаем несколько скриптов и там я уже подробно напишу. То есть главное надо понять, что есть цикл for или цикл для. И цикл while это цикл до. Поработаем с циклами. Значит у нас сейчас с вами есть, видите, здесь несколько скриптов. Давайте я, наверное, удалю ненужные скрипты, чтобы на них не спотыкаться. Вот процесс прошла занятия у нас остались. Отлично. И создам новый скрипт. Давайте создам скрипт, который будет называться nip-cycle-for-1. И, значит, напишем сам скрипт. Значит, для начала указываем шибанг наш. У меня очень хороший вопрос задал Ян в прошлом видео, в комментариях я ему ответил по поводу того, что будет происходить, если не будет у нас шибанга. Я вовремя не сказал, спасибо вам за то, что он заметил. Значит, условия for x, то есть для x в диапазоне, ну даже не в диапазоне, а для x, принимающего значение, например, 1, 3 и 7. Сделать следующее. Вынести значение переменной x. И на этом закончите скрипт. Сохраняем. Добавляем права исполнения на этот скрипт. И запускаем скрипт. Видите, скрипт отработал. То есть сейчас у меня, давайте еще раз я открою его. x принимает последовательное значение 1, 3 и 7. И для каждого из значений отобрабатывает нижнюю часть скрипта. То есть выводится значение переменной. Поэтому у меня появляется 1, 3 и 7. То есть у меня сработало echo x, когда он равен нижнюю. Echo x, когда он равен тройке. И echo x, когда он равен семерке. Такой простейший скрипт. Есть еще вариант указывания последовательности. То есть, когда у меня просто указано for x in, у меня указано, какие именно конкретные значения принимает x. Мы можем с вами создать скрипт такой же, только номер 2. Я не указываю сейчас комментарии никакие, чтобы побыстрее у нас все это произошло. И значит, теперь я указываю условие так. For x in. И теперь я могу указать последовательность. Последовательность я могу указать точно так же условие. Вы помните, с вами указывали подстановку команд в скрипт. И подстановка команд в скрипт возможно, например, когда я указываю два таких апостерса, которые у нас на русской буквке. И используя команду sequence. Допустим, sequence 3, 8. Sequence это последовательность. То есть, для x в последовательности от 3 до 8, x будет принимать значение целых чисел от 3 до 8, делать следующее. То же самое давайте. Echo x. Done. Так у меня завершается скрипт. Тоже даю ему правое исполнение. И запускаю скрипт. И скрипт, как я и говорил, поднимает последовательность значения от 3 до 8. На всякий случай могу вам показать команду вот здесь вот, sequence 3, 8. Вот так вот она и работает, эта команда. То есть, я просто в скрипте указал вот эту вот команду вот здесь вот, в апострофах. Давайте сделаем еще один скрипт на подстановку команд. Подчищу я экран, чтобы было удобно. Делаем еще один цикл, чтобы уже не с цифрами было, а с чем-нибудь другим, например. Group4.3. Проще, наверное, было бы редактировать прошлые скрипты, но для красоты, чтобы они остались. Это не зависит, а в прошлый раз успел поставить слэш обратный, или я там бин без пути указал. Итак, создадим переменную files. И переменная files будет принимать, брать значения от команды. Команду опять же возьмем list. И что именно list? То есть, вывести перечень. Здесь мы обычно указываем путь, в какой папке что находится. Указываем тильду. Тильду у нас, вы знаете, это короткий путь для домашней папки пользователя, который в данный момент работает. То есть, тот пользователь, который будет допускать этот скрипт, для него этот скрипт будет пускать в домашней папке. То есть, для каждого пользователя результаты будут разные. Так вот, переменная будет принимать значения, которые она будет получать от команды list. И for. Теперь указываем цикл, как раз таки, для x in. То есть, если x принимает значения от переменной files. Я чувствую, что будет много вопросов по этому видео. Не стесняйтесь задавать их в комментарии. В комментариях видео. Введение переменной x. Точно так же, да. У нас конструкция абсолютно одинаковая для всех этих скриптов. Только в данном случае все поменялось тем, что изначально мы создали отдельную переменную файл. И присвоили значение, которое она будет получать от команды. А потом взяли еще одну переменную x. И этой переменной x присваиваем значение переменной files. Чтобы получился диапазон. Сохраняю. Запускаю. И вы видите, то есть у меня есть команда ls минус... ls тильда, по-моему, да. Мы там с вами сделали скриптирую. Это команда ls тильда. Это команда ls тильда. Вот она у меня указана. Это команда ls тильда. Она выводит нам вот эти вот значения. И каждый из этих выводов команды ls является тем диапазоном, в котором у меня появляется x. И для каждого значения вот этой вот команды ls... домашней моей папки, у меня срабатывает fx. То есть у меня x сначала показывает мне папку desktop. Вот она. Потом у меня принимает следующее значение. Downloads и так далее. И вот таким образом у меня отрабатывает скрипт. Опять же, у разных пользователей это будет работать по-разному, потому что у каждого пользователя своя вот эта вот домашняя папка. Своя. Снова чищу экран. И давайте теперь с циклом while поработаем. Ну, while я его буду называть. Если у меня прошлые скрипты работали по принципу x принимал какие-то конкретные значения, то тут у меня x будет принимать конкретные значения до какого-то. И как только он примет какое-то значение, скрипт остановится. Это принцип скрипта while. Мы сейчас с вами как бы особенных никаких таких скриптов полезных практически не делаем. Но опять же говорю, у меня есть для этого отдельный плейер. Это практически занятие. Это именно теоретически. Итак, x задаем какое-то начальное значение, единичка. И пишем while. До тех пор пока. Опять же, мы можем с вами указать, как в прошлый раз мы указывали с вами тест, можем указать квадратными скобками. До тех пор пока переменная x не равна not icon. Допустим, 5. Делай. Следующее. Выводить значение переменной x. Мы с вами не мудрым серию уроков. Плюс у меня дикий насморк. И поэтому мне мудрить невыгодно. Значит, вот эту конструкцию мы с вами видели в презентации. Обычно мы вводим с вами как значение переменной. x равен, допустим, переменная 5. Ну, переменная y. То есть мы так обычно с вами писали. x равен значению какой-нибудь команды. Здесь у нас, так как переменной присваивается значение еще одно, нам приходится ставить двойные скобки. Мне проще будет ответить вам в комментариях, кто не поймет этот момент. Я вам брошу ссылку. Или сразу бросит вам ссылку. Done. Сохраняю скрипт. Сейчас я вам его выведу катом, чтобы можно было выделять спокойненько. Я для разнообразия только пользователю дал права выполнения. Значит, еще раз этот скрипт, как выглядит. У нас есть начальное значение переменной единичка. И до тех пор, пока это x не станет равным 5, у нас будет выполняться следующая последовательность команд. Будет выводиться значение переменной x. И, соответственно, следующей строкой x будет приращиваться на единицу. На одно целое число. То есть сначала было равен единичке, затем будет равен двойке. В чем разница? Когда мы пишем for x in, и мы указываем диапазон. x там сам перескакивает, допустим, на значение 1, 3, 7, какие у нас с тобой, если я, в первом скрипте. Или мы указываем диапазон команды sequence. И тогда у меня x сам автоматически прибавляет по единичке в результате завершения каждого цикла. Команда while, она у нас сама не будет приращивать значение x, и поэтому я пишу вот этот вот ручной такой счетчик, который будет сам после завершения каждого цикла прибавляет x на единичку. В этом одна из разниц for while. Но опять же, у нас, скорее всего, многие из вас знакомы с программированием. Сейчас у нас программирование в школах идет уже давным-давно, и вот эти простые циклические конструкции for while, я думаю, все знакомы. Если нет, поправьте меня. Ох, какой же он у нас. Так, запускаю я этот скрипт. И вижу, как у меня срабатывает скрипт. Опять же, посмотрите, почему у меня не появилось здесь значение 5. Потому что, как только y у меня был вот здесь вот равен, допустим, 4, дошел до 4, вывел из значения 4, после чего x прирастился на единицу и стал равен 5, строчка перескочила сюда, x стал равен 5, и дальнейшая последовательность команд больше не выполняется. То есть, вот вы видите, такое условие. Мы можем сюда, конечно, какие угодно условия добавлять, то есть у нас с вами сейчас простые конструкции, x not equal и все. А так, как вы знаете, команда test, в ней огромное количество параметров. Мы с вами ее проходили по запросам, по-моему, занятиям. И в ней можно ого-го как еще баловаться. Последний скрипт давайте создадим. И я пойду смаркивать. Loop while второй. Создадим скрипт. bin bash. Выбрали интерпретатор командный. И сделаем такой скрипт, допустим. Эхо. Выводи. Допустим. Пиши все, что ты хочешь. Или напиши. Стоп. Чтобы остановить скрипт. Этот скрипт я утащил из CBT Nuggets, потому что я тут особо ничего не хочу придумывать. У них хороший этот пример. Мне очень нравится. И по умолчанию, например, у меня x равен goal. То есть я могу присвоить и строковое значение никаких проблем переменных. Это все должно я уже помню. И до тех пор, пока переменная x не будет равна а я там store написал да, наверху. Моя ошибка. Давайте store пусть будет так уж и дать. Чтобы я наверх уже не поднимался, не поправлял это. До тех пор, пока x не равен этому славному странному слову store, делай следующее. Считывай значение x из командной строки, выводи значение x. Такой простой скрипт. То есть точно так же, как в прошлом примере. Давайте выведем содержимое скрипта. Точно так же в прошлом примере. У нас будет скрипт отрабатывать вот эту вот часть до тех пор, пока x не примет значение этого странного слова store. Тут ничего приращивать не надо. Ни на единицы, ни на единицы. Запускаем скрипт. Он просто дублирует мой вывод. Видите? Мы можем, конечно, в любой момент прервать выполнение этого скрипта. Давайте для начала напишем, например, то, что от нас просил. То есть вы видите, как только у меня x принял значение store, он вывел мне, он считал x, вывел значение store и остановился. Значит, почему в этом случае у нас все-таки отработал он часть со store, то есть он вывел его. Если в прошлом примере, если помните, он у нас как только дошел до 5, он остановился. Потому что в прошлый раз он как только прирастил x на единицу, он сразу уже знал, что это значение 5. Здесь до тех пор, пока он не считает x, он не знает, чему равна переменная store. То есть я написал store и цикл пошел работать дальше. И вот уже потом цикл считал x, выполнил свою команду echo x и после этого скрипт остановился. Я понимаю, что для тех, кто далек от программирования, это занятие могло показаться достаточно сложным. Причем скрипты, это, конечно, такая очень объемная тема и так быстро ее пройти нельзя. Даже раз бифа это 105.2 на 4 части. Тем не менее, мы с вами посмотрели в данном занятии конкретные два именно циклических конструкции. Это конструкция for или для, в которой мы x указываем или те значения, которые он может принимать, или получать эти значения от команд, или указываем диапазон через команду sequence. И посмотрели цикл while, который отличается от for тем, что у нас скрипт работает до тех пор, пока что-то не произойдет. Спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok